В здоровом теле здоровый дух. Нижегородские моржи отметили день русского пельменя в проруби. Правда, в этот раз они не просто искупались в ледяной воде, а совместили приятное с полезным. Зимнее плавание и горячие угощения. Погода очень ветреная, конечно, не совсем уютно, но ничего, моржи к этому привычны. Кому холодно, нам не холодно. Традицию есть пельмени в проруби, нижегородские моржи повзаимствовали от сибиряков. Теперь ежегодно празднуют этот праздник не только взрослые, но и совсем юные нижегородцы. У меня вот сестра купалась на крещении, мне понравилось, и я тоже захотела рискнуть. Я хочу закаливаться, чтобы быть здоровой. В акции закаливания, приуроченной еще и ко дню студента, приняла участие и молодежь. Например, Дарья, будущая преподаватель физкультуры, на глазах у изумленных прохожих бежит по парку в купальнике. Сама девушка признается, это для нее обычное дело. Начала я моржевать с 10 лет, вот начали окунаться с папой, обливаться. Нравится моржевать, потому что, во-первых, поднимается настроение, здоровье тоже становится крепче. Вот, и просто для удовольствия, для себя. Студенты автомеханического техникума и индустриального колледжа нырять в прорубь вместе с профессионалами не решились. Но сменили буховики на легкие куртки и устроили спортивные соревнования. Давай, 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 легче, давай! Есть, есть, победа! Очень холодно за них. Это не страшно, но это холодно. Для этого надо готовиться несколько лет, я думаю. Увеличивает силу воли, когда ты видишь человека, который в купальнике, то ты сам хочешь так же, но не осмеливаешься. Под впечатлением некоторые студенты все же решились и сами заняться закаливанием. Правда, профессионалы предупреждают. Новичкам лучше начать с обливания холодной водой дома. Затем плавать в открытом водоеме осенью или весной, когда вода еще не такая холодная. И только после этого можно бесстрашно нырять в ледяную воду. Алена Зеленкова, Виталий Кудрявцев, Время новостей.